Маленькие дети, которых родители приносят к чаше, иногда бурно протестуют. Не желая причащаться, иногда священнику приходится причащать таких детей практически силой. При этом их родители, ничуть не смущаясь, начинают уговаривать свое чадо, это вкусно, это компотик, выпей компотика. Будет ли такое причастие полезным для ребенка и его родителей? Ну, о пользе причастия я не могу рассуждать, это все-таки не мое. Но давайте подумаем, на самом деле насильно Бога в человека не затолкаешь, это однозначно. Бога мне можно принять только добровольно сердцем. А что через уста, это уже просто схема такая. Так вот, есть такой практический опыт, которому следовало бы прислушаться для того, чтобы таких ситуаций не было. Если вы не хотите, чтобы ваших детей насильно причащали, причащайтесь сами регулярно и не после них, а перед ними. Ведь живой пример для ребенка является самым показательным. Ведь, понимаете, священник выглядит не совсем адекватно по отношению ко всем остальным людям, которых видит ребенок. И то, что он преподает с чаши, непонятно для ребенка. Но если перед ребенком идет папа, который причастился, идет мама, которая причастилась, идет крестный, который причастился, и потом он понимает, что радость на лицах его родителей, радость на лицах его крестного говорит о том, что то, что преподает священник, это будет приятно не с точки зрения вкуса, а с точки зрения, может быть, даже его личностных детских ощущений. В этом смысле, если вы не хотите видеть картину, когда ребенку насильно запихивают в рот ложечку с кровью, делайте все, начинай все с себя. Делай, как я, как в армии. Поэтому насильно причащать, это, наверное, не совсем правильно. И когда мы причащаем людей, детей, родители которых не вполне воцерковлены и только пришли, мы начинаем не с детей, а с родителей. Мы рекомендуем родителям причащаться, а потом рядышком с чашей стоять и на руках держать ребеночка, чтобы он видел, как причащаются не только папа с мамой, а еще и люди, еще маленькие детишки, и еще все остальные прихожане подходят к чаше, причащаются. И даже механизм причастия, такой вот, когда причастился, ему вытерли уста, он приложился к чаше, это становится для человека понятным, и он перестает этого бояться. Ведь почему человек начинает бояться и как-то сопротивляться? Не потому, что он сопротивляется Богу, Боже упасе, а потому, что он сопротивляется непонятному для него процессу. И вот этот процесс нужно изложить и показать ребенку. И все. И ребенок спокойненько будет подходить к чаше, и вы не заметите, как он не только на руках, и сам потом побежит к чаше и будет первым стоять там в очереди на причастие и с радостью это делать. Но человеку надо объяснить и показать, особенно если это мальчики. Девочки проще к этому вопросу подходят. А вот мальчикам надо знать, что происходит. Знать процесс, знать последствия и знать результаты этого всего. Поэтому даже на их детском, молодежеском уровне надо это все объяснять. Но начинать надо не с ребенка, а с папой, с мамой. Папа с мамой причащаются, и ребенок выполняет. Выполняет все то же самое, как маленький повторюшка. Он повторяет за папой все. Папа бычок сует зубы, и ребенок карандаш толкает туда же, потому что он хочет быть похожим на папу. Папа матом ругается, и ребенок в песочнице будет похожим на него. Папа в храме причащается, и ребенок, поверьте мне, будет делать то, что делает его папа. Потому что папа авторитет, мама авторитет. И все непонятное становится понятным, когда это делают, в первую очередь, родители. Помоги Господи. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.